Всем привет! И это третий выпуск блога о музыкальной индустрии, новинках, музыке, чартах и так далее и тому подобное. Групп мюзик! Весна! Весна! На улице весна! Совсем недавно мы отметили праздник 8 марта. Всё расцветает, природа оживает, птички поют, солнышко! Ну или не очень пока, конечно. И вы знаете, вот прошло 2 месяца нового 2017 года, но за это время уже успело выйти очень многогодные музыки. А это значит, что моя задача как вашего проводника в мир музыки посоветовать вам всякую годноту. И я сегодня это сделаю. Я подготовил для вас 5 альбомов, которые уже успели выйти в 2017 году и на которые стоит обязательно обратить своё внимание. И вы знаете, когда я слушаю эти альбомы, я чувствую себя примерно вот так. Если хочешь идти, иди! Если хочешь забыть, забудь! Только знай, что в конце пути! Ну что, если вы готовы, мы начинаем. Групп мюзик, третий выпуск. Поехали! И первый альбом, о котором я хочу вам рассказать, это альбом, о котором я говорил в своём первом видео. А именно, это альбом Эда Широна Дивайт. Ну, друзья, я не мог не включить его в свой топ, поскольку это действительно пластинка, которая заслуживает внимания. Ведь в ней столько хороших композиций, которые стоит обязательно послушать. И очень много авторов, которые приложили руку к созданию этого альбома. Это и Адам Левайн, и Райан Тедер, солист группы One Republic. И, конечно же, сам Эд Широн. В этом альбоме Широн идёт на некий эксперимент. Начинает больше использовать здесь читатив, и экспериментирует со звуками, экспериментирует с ударными. И всё это сплетается в один прекрасный коктейль, который стоит слушать, и который хочется слушать. Ну, а мы не будем задерживаться, и будем продолжать дальше. А мы с вами будем двигаться дальше, и следующий альбом, который я спешу вам посоветовать, это новый альбом группы Пятница, который вышел впервые за 12 лет. И, как пишут сами участники, это возвращение взрослыми на детскую площадку. Это синергия двух стихий, и в конце концов, это третий альбом группы Пятница. Знаете, было бы странно, если бы я не посоветовал послушать вам этот замечательный коллектив, ведь это настоящая легенда. Это та самая Пятница. Несмотря на то, что прошло уже так много времени, ребята сумели сохранить свой фирменный стиль. И в альбоме есть всё, за что мы так любим эту замечательную группу. Это и акустический звук, это воздух, которым наполнена каждая композиция. Поэтому я всем вам рекомендую и советую послушать этот замечательный альбом. И вы знаете, не хочется ругаться на музыкантов за то, что они так долго тянулись с выпуском этого альбома. Ведь альбом получился по-настоящему искренним. Он действительно настоящий, и его действительно очень приятно слушать. Поэтому бегом во все стриминговые сервисы слушайте новый альбом Пятницы. Мой вам совет, а иначе приду и надаю ремня. Всё понятно? Продолжаем. Небольшая вставочка, не по теме. Вот знаете, среди последних событий, и я думаю, что вы догадываетесь, о чём я сейчас говорю. Я не буду называть конкретных имен. Я только скажу о том, что эта проблема освещалась на первом канале. Вышло 5 выпусков всем нам хорошо с вами известной передачи. Когда я на всё это смотрю, когда я всё это читаю, смотрю мемасики там и прочую-прочую вот эту вот шелуху, мне очень-очень хорошо вспоминается песня группы Пятница. Одна из их очень старых песен, которая играет у меня сейчас на заднем фоне. И вы знаете, у меня такое ощущение, на первом канале на все так и поступают. И те люди, которые освещают эту проблему и придают ей значимости, не оглядываясь на реальный факт того, что есть человек, который действительно от всего от этого пострадал, и который сейчас находится за решёткой в тюрьме, вот прям понимаете, по-настоящему в тюрьме, и выпускать две передачи, даже не вспоминая об этом, а говоря только о заслугах некой дамы, которая словила дикий хайп на всей вот этой вот ситуации, мне, если честно, от этого грустно. А мы с вами будем продолжать, и следующий альбом, который я с радостью хочу вам посоветовать, это дебютный альбом от британского исполнителя, которого зовут Rage and Bone Man. Альбом называется Human, и вы наверняка слышали его дебютный сингл, который просто взорвал все чарты по всему миру. Этот музыкант уже успел получить престижную награду от Bridge Music Awards, трека в альбоме аж 19. Вот уж продуктивный засранец мне бы так треки писать, как ему, по 19 штук на альбом. Стоит послушать, но не стоит вдаваться подробностей, и я бы не советовал вам слушать делюкс-версию этого альбома, потому что, когда ты слушаешь уже 17-ю или 18-ю композицию, то ты, в принципе, начинаешь уставать от его постоянного стремления всем понравиться и продемонстрировать свои невероятные вокальные данные. Обычная версия альбома, она может понравиться каждому из вас, ведь в ней чарующий голос этого прекрасного исполнителя дополняется невероятными аранжировками, которые интересно слушать, и в целом альбом получился очень интересным. А мы будем продолжать. Я уже очень много раз говорил о том, что я очень люблю одного питерского исполнителя, которого зовут Егор Сесарев, и вот совсем недавно, буквально в конце прошлого месяца, он выпустил свой новый Extended Play под названием «Витамины». Читал анонс на его странице, я, конечно, немножко сомневался, потому что он написал о том, что это 5 экспериментов длиной в год, которых вы от меня не ожидаете. Но когда альбом появился в сети, и я его послушал, я, если честно, был несказанно рад. И знаете, о чём я подумал, когда я послушал его новый альбом, что это, это... Если вы слушали его дебютную пластинку, то вы наверняка будете удивлены тому звучанию, которую Егор приобрёл, записывая свой app. Не бойтесь этого, не бойтесь, просто послушайте этот альбом, проникнитесь настроением, ведь альбом получился такой немножко хулиганский. Это такая пластинка, под которую хочется тусить, хочется классно проводить время, и хочется мчаться по ночной дороге вместе с друзьями куда-нибудь в клуб или на какую-нибудь очень крутую тусовку. Всем рекомендую витамины от Егора Сесарева как самую главную дозу витаминов перед весной. А мы будем двигаться дальше. Ещё один альбом, о котором я хочу вам рассказать, будет последним альбомом в сегодняшнем видео, и это альбом замечательной британской группы The XX. Третий альбом называется I See You, и вы знаете, этот альбом, конечно же, не повторит успеха первого и дебютного альбома этой замечательной группы, однако в этом альбоме есть очень интересные и очень разнообразные треки, особенно по настроению, потому что начинается альбом достаточно бодро, в середине он впадает в какую-то непонятную грусть и печаль, потом опять возвращается к какому-то оптимизму, ну а заканчивается абсолютно депрессивным треком. Это очень интересно, потому что настроение и те эмоции, которые пытаются передать музыканты, они очень разные, и каждый найдёт для себя там что-то. И что ещё хотелось бы сказать про этот альбом? Джейми Смит, который является одним из аранжировщиков этого альбома, он теперь играет роль некого серого кардинала, который определяет звучание группы. В целом это не так уж и плохо, однако вы не найдёте в новых аранжировках тех искренних и невероятных гитарных партий, например. Хотя, с другой стороны, передать такую невероятную гамму эмоций через минимальный звук, это дорогого стоит. И я, конечно же, рекомендую вам этот альбом. Что осталось от старых за XX? Конечно же, это прекрасные, чарующие голоса солистов. Там Бог велел, наверное, петь им вместе, потому что это невероятный дуэт, который дополняет друг друга. Сочетание их голосов, это действительно что-то чарующее и невероятное. Друзья, вот такой вот у нас сегодня получился топ, и я хочу сказать, что все эти альбомы достойны быть в вашем плейлисте, поэтому обязательно слушайте их, танцуйте под них, ну, примерно вот так. И, друзья, я обращаюсь ко всем вам. Я очень стараюсь, чтобы этот блог был действительно интересным для вас. Я очень много времени трачу на монтаж, я все делаю сам, и я очень-очень надеюсь на вашу активность. У меня в группе ВКонтакте, у меня на страничке ВКонтакте, в моем Инстаграме, и, конечно же, на моем канале на Ютубе. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, я вас прошу. Я тебя прошу. Ну, а с вами был блог о популярной музыке, о новинках, о чартах, грув-мьюзик, и на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.